Здравствуйте, это Формула Бежу, я Ольга Козлова. Редко мы теперь с вами встречаемся, но тем не менее я буду продолжать снимать ролики. И сегодня решила вас порадовать камнями и фурнитурой, которую я получила с платформы Алиэкспресс, потому что здесь есть действительно экземпляры, которые заслуживают внимания. Но начать я хочу с актуальной ныне темы оплаты, потому что этот квест никак не заканчивается. И теперь Алиэкспресс не дает фиксировать наши покупки в долларах и пересчитывает в любом случае по своему внутреннему курсу, который совершенно негуманный. Поэтому если кто-то умудряется фиксировать и оплачивать цену в долларах, напишите, как у вас это получается. У меня нет. Я пока оплачиваю в рублях, фиксирую в рублях, оплачиваю с карты Мир Тинькофф. Пока платежи проходят. Посмотрим, что будет дальше. А сейчас мы начнем. Давайте рассмотрим сначала фурнитуру. Покажу подвески. Подвески всегда актуальны. Их не бывает никогда много. Все время хочется больше. И начну вот с этой. Наверное, самые внимательные мои зрители уже рассмотрели. Вот такая замечательная подвеска с перламутром. Но при этом посмотрите, как она неаккуратно сделана. И есть очень большая трещина. Сразу могу сказать, что я получила компенсацию. Уже получила за эту покупку. Но сама по себе подвеска. Вот именно эта неудачная. Но я ее заказываю не в первый раз. И это просто вот такой вот экземпляр. Вот так вклеено неаккуратно. Перламутр вклеен, как вы видите. Видны следы клея. Вот эта вот трещина. Как бы кусочек. Ну, либо он треснул, либо он подклеен. Сейчас уже сложно сказать. Вот сама подвеска заслуживает внимания. Поставщик интересный. Вот. Ну, вот этот экземпляр у меня бракованный. Но возвращаю деньги без проблем. Следующая подвеска, которую тоже вам хочу показать. Вот такая интересная. В таком восточном стиле. Многоцветная эмаль. Цветные фианиты. Подвеска некрупная. Давайте посмотрим. Я размеры на глаз как-то плохо определяю. Около двух сантиметров. Она небольшая. Это реплика на подвеску. Достаточно известная ювелирная фирма. И реплика неплохая. Вот так выглядит с оборотной стороны. Если кому-то надо, мне кажется, что для небольшого чокера. Или, может быть, для браслета в каком-то ориентальном стиле. Будет очень неплохо. Вот этой подвеской я довольна. Потому что оригиналы, конечно, стоят несопоставимых денег. Следующая подвеска, которую я получила, это другой будет производитель. Это вот такая лунница. Достаточно крупный. Я не очень люблю. Не то, что не очень люблю. Не умею, пожалуй, делать украшения в этническом стиле. Или это не мой конек, так, наверное, правильно сказать. Вот. А мне кажется, что лунница, это из такой какой-то истории. 27 миллиметров. 27. Вот так она предполагается, что будет. Но мне кажется, что вот именно вот с такой подвеской я украшения сделать смогу. Аккуратная подвеска с фианитами. Есть соединительное кольцо, которое, скорее всего, я буду убирать. Но мне здесь все нравится. Очень-очень аккуратно. И вообще у этого поставщика подвески очень высокого качества. Давайте посмотрим следующее. Вот такая небольшая подвеска с сердечком в черном радиировании. Кружок очень гладкая, симпатичная. Накрустировано фианитами. Диаметр сейчас вам покажу. Ну, наверное, 17-18, да? 17-18, либо на небольшой чокер, либо на браслет. Но подвеска очень хорошо выполнена. Я очень довольна. Далее от этого же поставщика подвеска в виде морского конька. И вот эти мне понравились очень. Два варианта. Один с цветными фианитами. Достаточно крупные. Такой конь, два с половиной получается, без соединительного колечка. Цветные фианиты, инкрустирован. Так, вот так покажу. Очень-очень симпатичные, аккуратно исполненные. Это имеет значение. Качество очень высокое. Вот этой подвески. И следующий морской конек. Он смотрит в другую сторону. Здесь бесцветные фианиты. Разные огранки. Эта подвеска покрупнее немного. Я думаю, что чуть больше трех сантиметров. Давайте померяем. Нет, ну не больше трех, конечно. Но 2,8, наверное, со всеми вот этими соединениями. Около трех. Но разница есть по размеру. Давайте покажу в сравнении. Это важно на самом деле. Вот смотрите. Вот два коня. Мне нравятся оба. Великолепные. Очень хорошее качество. Очень тонко исполненные. Далее. От этого же поставщика у меня три звездочки. Давайте их все вместе тоже посмотрим. Морские звезды небольшие. Это скорее как дополнительная подвеска. Либо подвеска на серьги. Такой желтый насыщенный оттенок. Цвет морской волны. Белый. И размер подвесок. Где-то 17-18. Очень симпатичный. Мне вот кажется, что были другие оттенки. Но я, наверное, такие выбрала. В позолоте. Вот. И следующая звездочка. Давайте ее сюда же приложу. Но это другой производитель. Другой изготовитель. Она чуть поменьше. Но вот здесь вы можете увидеть сравнение. Тоже симпатичное. В бирюзовом оттенке. И еще одна подвеска. Нейтральная. Такая символизирующая, наверное, стороны света. Компас. Розу ветров. Не знаю, что она там символизирует. Конкретно. Он такая. Немножко с географическим уклоном. Как мне кажется. Тоже очень приятная. Небольшая. До полутора сантиметров. Размер замерять не буду. Небольшая. И почти все по фурнитуре. Но вот хочу вам показать. Просто специально. Айчек падает у меня. Сейчас секунду. Падает у меня фон. Так. Закрепила. А то бы полсъемки на смазку. Смотрите. У меня куплены вот такие замки для серег. Вот так они выглядят. Вроде и в позолоте. Я ссылку на них оставлю. Ссылка будет под видео. Я, наверное, что-нибудь такое плохое напишу. Потому что замки просто отвратительные. Ну, мало того, что... Вот как вы видите, как выглядят петельки у этих замков. Вот такие они все деформированы. То есть там, где они не деформированы, это я уже пыталась их подгибать. Вот это я подгибала. Петельки все абсолютно вот такие корявые. Более того, здесь видите, да, вот эта вот часть плохо заправлена швенза. Вот флажок вот в эту часть замка. И она на самом деле швенза. Если ее несколько раз открыть, она просто вываливается или ломает. Вот у меня получилось. Я ничего специально не делала. Они ломаются. И здесь даже практически нет штифта. Вернее, он есть, но вокруг него, вот вы видите, можно увидеть конструкцию замка. То есть штифт не вставляется, а штифт, он как бы является составляющей, частью. И вокруг него вот зажимается вот эта вся история. Очень плохо зажатая, вываливается практически у всех. Это самая дешевая, самый дешевый вариант, который только можно использовать как соединение. Мне абсолютно не понравилось качество покрытия. Ну и как я уже сказала, такие они, знаете, пористые, неровные. И как я уже сказала, все кривые вот эти петли. И это касается, вот в таком виде просто приходят эти замки. Не заказывайте. Какие-то они вот прям неаккуратные. Видите, все корявое, все пористое. Очень плохого качества. Я сейчас даже не помню, какой-то поставщик могу сказать, что деньги мне за это вернули. Я вот это все сфотографировала. Вот, но хуже замков. Вот за всю свою работу, за все свои заказы я не встречала. Это просто совершенно качество отвратительное. Хотя вроде бы, ну это и не сказать, что это как-то очень дешево по цене. То есть это на уровне обычных, хороших, качественных замков. Но здесь все отвратительно. Не заказывайте. Запомните вот эту модель. Я заказала здесь, наверное, по две или по три пары. Я уже несколько пыталась открыть и сломала. Наверное, здесь они не лежат. В общем, это очень плохая модель у этого поставщика. Вот, я вас предупредила и напишу, что плохие замки. В описании к видео. А теперь давайте посмотрим то, что мы все так любим. То, почему мы скучаем. И начну я свой обзор камней натуральных. С перламутра. Перламутр в натуральном оттенке. Как это назвать? Рандели или рубка. Или диски. По-разному можно назвать. В двух размерах. Я думаю, что, наверное, 6 миллиметров. Тут, конечно, 6 с половиной. Тут, конечно, очень разноплановые бусины. Бусины неаккуратные. Но, опять же, кто занимается украшениями, не в классическом варианте. Иногда это может быть интересно. Мне здесь понравились оттенки. Здесь натуральный перламутр. Кремовый, в коричневый, в такой слоновой кости. Маленькие, по-моему, 3,5, наверное, 4 вот эти диски. И они более такие, как бы, закругленные. А здесь просто нерегулярные формы. Даже размер не берусь описать. Но около 6,5-7 миллиметров. Вот так выглядят. Такие специфические. Специфические. Наверное, если бы я увидела воочию, как бы, для моих украшений, как я уже сказала, что этники у меня не так много, мне бы хотелось более предсказуемой, наверное, размер и форму. Вот. Но я думаю, что я смогу использовать эти тоже. Вот, в общем, вот такой перламутр. Насчет других цветов и размеров, честно говоря, не помню. Сейчас редко снимаю. Некоторые ниточки лежат достаточно долго, дожидаются съемки. Сейчас интересное вам покажу. Ну, на мой взгляд. Это можно рассматривать. Кварц или горный хрусталь. С хлоридом. С хлоридовыми включениями. Конечно, безумно интересный. Вот просто, вот как на мой вкус, это очень-очень интересно и здорово. Включение. Ну, есть шторки, есть облачки, а есть прямо такие, как, знаете, как выращенные, как водоросли, кораллы. И это все в оттенках зеленоватых, коричневатых. Ну, если вы наберете, например, в интернете и посмотрите, кварц с хлоридом, вы поймете. Это называется еще иногда фантомный кварц. Фантомные кристаллы. Фантомные кристаллы. Здесь преимущественные оттенки. такие охристо-песочные, зеленые. Есть рутиловые включения. Есть, как я уже сказала, дымка. Ну, в целом, конечно, у меня здесь бусины не очень крупные. По-моему, 7,5 миллиметров, если мне не изменяет память. Память. 6,5, 6,5. Конечно, такого рода, ну да, 6,5, 6,6,5. Такого рода камни, конечно, чем размер больше, тем интереснее они выглядят. Ну, вот я заказывала эти нити для браслета. Мне кажется, что браслет, опять же, зеленая ниточка меня сбивает. По мне так лучше. Что-то бесцветное. Мне кажется, что вот браслет, например, там трех- или четырехрядный, будет выглядеть интересно. Но может быть, я сделаю что-то другое. Я пока не знаю. В целом, мне очень нравится. Я довольна. Я уже не помню, какая была цена, насколько была она адекватна качеству, которое я получила. Но в целом, мне камни нравятся. Я люблю такие чудинка с небольшой. Размер ровный. Что там? По отверстиям вроде бы все хорошо. Что касается качества отдельных бусин, я вот точно сказать не могу. Я их не рассматривала. Каждую в отдельности. Но, наверное, они неплохие. Ну, то, что, по крайней мере, мы можем видеть в камеру. Давайте следующее смотреть. Сейчас интересное, то, что все любят. Агат. Агат очень-очень крупный. 4 сантиметра высота. Вот этих пластин. И, наверное, там 18 миллиметров до 2 сантиметров ширина. Достаточно ровные камни. В бусине 9 камней. Вот с помутнениями. Как бы такая своеобразная фотография, которая прилагается к этой нити у поставщика. На фотографии или на видео там более интересные камни по структуре и по рисунку. Мне попались такие более глухие. Такие дымчатые, туманно-бело-серые. Ну, вот мне кажется, что можно сделать красивые подвески. Тем более камни крупные. Ну, все надо обыграть. Для украшения в минималистическом дизайне мне кажется, что будет неплохо. Посмотрите. Нить на самом деле интересная. Есть вот такая, да, с неправильностями, с порами, с раковинами, с определенными. Но мне кажется, опять же, это вот зависит от украшения. Если делаете что-то очень четкое по дизайну, то вот такая бусина явно не подойдет. А для свободного дизайна, ну, например, вот с перламутром. Мне кажется, как будто бы вот ее даже не хватало бы. Посмотрите, можно вот такую нить сделать. Вот очень здорово, кстати, интересно. Просто чокер. Такой прямоугольник большой. И вот из ракушки, из ракушки нить. Так, ну, это мысли по поводу. Следующее, что я вам покажу, мне кажется, это интересно и красиво. Это должно, это такие наши любимые универсальные камни, которые мы используем часто. У меня здесь рандели, ограненные. Три камня разноцветия. Лавандовый аметист, розовый кварц и берилл аквамарин. Их и на самом деле, оттенки, но вот в камеру они выглядят чуть ярче, чем мы видим глазом. В реальности более мягкие переходы, пастельные. И, как вы видите, здесь у меня 22 размера. Вот одна нить, это большой размер, 8 миллиметров рандели, а остальные нить 6 миллиметров. Высоту не скажу, высота, наверное, там где 8, там высота 6, а там где 6, высота, наверное, 4. Но мне кажется, очень хороший подбор. То есть, по сути, здесь можно что-то придумать и только с монокамнем, с аквамарином, или там с аметистом, лавандовым, или очень хороший цвет, замечательный, розового кварца. Здесь свет действительно благородный, насыщенный, очень красивый. Либо придумать, например, какое-то трехрядие. Это трехрядие, например, из мелких камней и браслет из более крупных. У меня там на улице что-то собака ругается. Ну, я надеюсь, что вам это не мешает. Вот. Ну, я пока не придумала, что с этим делать, когда я заказывала, ну, заказывала по количеству. У меня какая-то была идея. Вот, честно сказать, я уже сейчас ее и не помню. Но здесь я качеством камней очень-очень довольна. Я вам оставлю ссылку там, где я приобретала. Но могу сказать, что после того, как я купила эти камни, я нашла, по-моему, Майхана. Вот эти же камни подешевле. Я покупала дороже. Вот. Ну, поищите. Если кому-то вообще понравилось вот это разноцветие в таких приятных пастельных оттенках, то поищите у наших известных поставщиков камней. В принципе, сейчас эта позиция почти у всех как-то проскользнула. Была. И в окончании, в завершении своего обзора я вам покажу цепочки, которые я заказала. Тоже такая востребованная позиция. Цепь радированная, паянная. Звенья не мелкие, не крупные, средние. Для удлинения не подойдет. Подойдет для каких-то отдельных элементов. Мне понравилась обработка. То, что поблескивают, мерцают вот эти звенья. Я вам сейчас приложу линейку, чтобы вы сопоставили размер. Звенья не мелкие, примерно полсантиметра. Не самая мелкая цепочка. Это цепочка паянная. И еще одна цепь. Не так часто у нас встречается фурнитура с покрытием ганметал. Оружейная сталь или оружейный металл. Здесь именно оно. Красивое покрытие. Это цепь. Так, по ощущениям, я ее не проверяла, но по ощущениям, это алюминий с покрытием ганметал. Должна себя великолепно вести в носке. Легкая цепь. Очень хорошо на завершение колье на какие-то элементы. И эта цепочка с разомкнутыми звеньями. То есть можно разогнуть, я думаю, что это будет несложно. Тоже метр. Цену не помню, ссылку оставлю, посмотрите. По размеру звеньев здесь существенно крупнее. Вот прям очень крупнее. Хотя по размеру 8 наверное 9 миллиметров. Сейчас их сравнение покажу. Вот вы видите. То есть по ощущениям вот это радированная это мелкая цепочка, а вот это крупная цепочка. Качество хорошее назначение. Ну сами смотрите. Вот. Это все, что я вам хотелось сегодня показать. с вами была формула бежуя Ольга Козлова. Пожалуйста пишите мне комментарии на ваши впечатления от моего обзора. Всего доброго. До свидания. Ольга Продолжение следует...